Всех-всех приветствую на моем канале. Мы гуляем, а у нас дождь, а я зонтик не взяла, поэтому немножко сниму. Опять пошли по гаражам, потому что, ну, по траве как-то оно не камильфо. Так я и сапожки одела, плащик, но все равно. Не хочется совсем. Сегодня борща наварила. Вчера блины пекла, сегодня завернула творожок в эти блинчики. Надо еще что-нибудь сделать. Переработать творог. Баклажаны мы с Наташей три штучки купили. Думаю, или икру баклажанную, овощную сделать, или баклажаны запечь. Знаете как, кружочками режем, майонезом смазываем, помидорку кладем, пластик сверху и в духовку на противень. Так еще можно. И чесночку, естественно. Ну вот, как-то, не знаю, не решила. Пока гуляем. Дождик капает на телефон. Но вы снимать не буду. Видите, какие заросли. Говорят, так походит, так гуляет. Аудиокнигу послушала, пока горьше варила. Ой, сколько судеб всяких разных. Господи. По камням как-то. Не очень. Даже в сапожках. Хорошо, что вчера в огород сходила. У огурцов. Я опять не сфотографировала огурцов. Полдеведерка, штук двадцать, наверное, принесла. Чеснок вырвала один. Надо мне, наверное, может быть, засолить баночку. Я холодной водой заливаю. Стерилизованной у нас не любят. Ну, маринованной. А может и сделаю. Я не знаю. Надо у Наташи спросить. У нас банки еще с прошлого года три штуки стоят. На салаты. На салаты, на холодную воду заливаю, когда шуршит лащ. На сладкий, на рассольник, на азу. Вот такие надо холодной водой, чесноком, с укропом. Пол банки почти укропа запихела. Тогда хорошо. И чеснока побольше. Чеснок еле вырвала. Как же он падал глубоко. А почти, господи, такие слова. И главное не выкопать. Лопату надо, а там укропчик молодой. Ой, какое-как вырвала одну головочку. О, укропу нарвала. Сегодня Наташа в обед отвезет огурчики, водюшки. Уже без машины сейчас. Вот, а у меня еще есть. Я им печенье смазывала сливками. Бисквит тыкла. Бисквит песочный. Порезала на квадратики. Смазала сбитой смородиной и сливками. Что-то замочу. Всем-всем приветики. На моем канале сам себе режиссер. Меня зовут Ольга. Мой канал сам себе режиссер. Новый день, новое видео. Да, Мань? Мань? Подсыпай, да? Ты мало не можешь есть? Надо подсыпать. Сейчас подсыпаем. Ну, если Маня насыпала, то и рыжику надо. С прогулки пришли. А время уже, вон, сколько? Двадцать час. Навертела блинчиков с творожком. А завтракала. Наташа пустые блинчики без творога поела. Поджаренные. И борщик у меня сегодня. Эть! Эть! И со свининой и с говядиной. Не буду ворошить. Пусть настаивается. Вот осталось немножко творога взбитого. И здесь еще творог. Ну, хочу пирог с творогом сделать. Или пирог, или бисквит основу, или песочное. Еще не решила. Это я батон пекла вчера. Ну, как хлеб. К батон. Быстро портится. В холодильнике, в морозильнике места нет. И вот, быстро портится. Все. Бананы чернеют. Но я все равно ем по одному. На чем запахло, открыла. Так что, не знаю, сегодня... У меня все в раз почему-то получается. Я все хочу за раз делать. То вообще, один день ничего не делаю. То хочется все в раз делать. И баклажаны надо мне, и творог надо переработать. Все надо за раз. Все. Манечка наелась. А Фросе мясо ела. Говядину. Я разбирала еще в морозильнике говядину. Кусочки слиплись. Я их маленечко подтаяла. Пока подмораживала. Большие кусочки презентовала Фросе. Фросе молодец. У нас дождь. Такой дождь шел. Пришли. Дождь прекратился. И мы утром собирались. Как соберусь, дождь резонет. Говорю, ну ладно, подождем. А он идет, я идет. Ну вот, такой день. 12 августа. Думаю, что опять Юля сказала. 24 года. Ну, огурчики, конечно, у нас молодцы. Ой, я же не показывала. Забываю. Думаю, вчера шла. Думаю, покажу. Нет. Казен не надо. Давайте кормить. Сюда положила. И пакетик вон отложила. Владюша поведет. Вот, Наташа. Вчера салат делали немножко осталось. Малины собрала. Компот сделаю. Там баклажаны. Там смородина еще баночка. Перетереть надо. Подсушила я батон. Потому что, пусть лучше сухарик небольшой. Он такой, слегка я так. В двухсторонной сковородочке. И укроп принесла. Вдруг буду делать. А это сливки я сделала. Кофе себе. Кофе стала пить. Я удивляюсь. Вроде как все показалось. И картошки даже подкопала. Штук 10 принесла. Уже вчера сварили. Сегодня в бочи запустила. У нас картошка есть. Я брала по 500 рублей. Два ведерчика небольших. Неделю назад. Но ничего. Она у меня стоит сухая. Ничего ей не будет. Накрытая. А это захотелось посмотреть. И мне один кустик как-то подвял. Аж желтый стал. Думаю, чего его держать? Я его выдернула. А там 3 или 4 картошечки так средненьких. А зародышей штук 15. Ну, я следующий куст взяла. Просто выкопала сверху три картошки. Подкапывать. За всю жизнь первый раз подкапываю. Мы дома, когда жили в деревне, я рвала кусты с корнем. Никаких подкапываний. А сейчас вот подкапала. А там хорошо пальчик просунул. И оно прямо возле ботвы, возле чупа этого. Картошечка. Немножко на пробу садила. Иду копать. Возьму с собой пять штук картошек. Скопаю метра полтора. Посажу. Пошла домой. Мне здесь в огороде и каждый день же хожу. Редкий день, ни в субботу, ни в воскресенье пропускаю. Вот хорошо, что вчера сходила. А сегодня уже дождь хлещет. Двями вода есть, смотрю. Ой, морковка глубоко тоже ушла в землю. И чеснок. Лопатой надо копать. А то я начала, у меня ножницы под руками были здоровые, такие большие, портняжные. Они уже нет, они годные. Подцепила ими и повредила головку чеснока. Так что надо копать лопатой. Он пока еще молодой. А зимой садила. Ой, не а зимой, а который весной садят. Как оно? Господи. Забыла слово. Нет, весной, который, не в зиму, который садит, а весной посадила. Так что он еще, мы его дома где-то картошку уже выкопаем, тогда чеснок выкопаю. Долго держим. Чтобы он там заматерел, затвердел, набрал резкости. вот и сейчас. Не знаю, банки двухлитровые нет, надо идти брать с гаража. Может быть, литровый сделать. Я вот сделала вчера. Вот, одну литровую баночку с горячей водой. Это как малосольные. Залила горячей водой. А сегодня уже есть можно. Мы дома в кастрюлях делали. А это в баночке сделала, потому что немножко. Будет кастрюля туда, мы всегда место занимать. Вот как-то так. Еще терпят цветочки. Пусть терпят. Даша придет пообедать, Владюшки огурцы отвезет. Пирожное передам. Ну, и блинчиков передам. Конечно, машины у него нет, уже плохо. Он уже оплатил. Все, теперь будем ждать, когда привезут. Средина нас Японии. Так поняла. Вот и все. Сегодня Владюша с четырех вечера и до двенадцати ночи такая у них смена. Поэтому он дома. Ну, вот и все. Погуляли. Пообедаем. И буду заниматься или пирог печь. Мне надо творог обязательно. Хочу взбить его блендером с ванилином и со сливками. И вот сделать прослойку пирога. Или не пирога, любую платформу сделать. Или песочную, или бисквитную. и даже еще не решила. Ну, в общем, на какую-то платформу, которую надо сначала испечь, потом уложить этот творожок, потом в печь. Ну, вот такой я пирог спекла. Бизе, там вишня, там творог взбитый со сливками. Сверху вот безе. Ну, вот захотелось мне. Творог. А это вот безе. Творог. Коржик. Корж пшень песочный. Вишня проваренная с сахаром. И сверху вот такой пирог. Снимать не стало производство, то я наделаю, если снимать. Нож отвлекаешься. Ну, в такой форме готовила. Песочный вытаскивать плохо, когда вот так ножом. я взяла с бумагой, с бумагой раз и вынесла, вытащила. Ну, вот и все. Такие у меня сегодня были заботы. Вот вишня. Я ягодки выловила, а уже жидкость не стала. И банку компоту сделала. Ой, наеру потух. малинового. Ванночка компота. Малину вчера собрала. вот и все. Время вечереет. Вот 17.37. На улице пасмурно. Ну, дождь вроде как маленечко стих. Ну, пусть полил немножко. закругляюсь. Долго лякать не буду. Всем пока-пока. Будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть у вас у всех все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...